Тренировка, вот забиваем вмятину, новый пробойник такой, вот она колотушка. Упражняемся в забивании вмятин. Раз-два-три, раз-два-три, забиваем, вот она была вмятина, здесь немножко наследим я, но это при полировке уйдет. Там ты, алоэ, это ты, киво-то, водка на тартусах, чтобы туда приготовить, как труси что-то не так, как-то здесь свежий, сам ты не свежий, просто, может, не настоялась. А что ты сделал? Я тебя попросил бруса прилить пол-правления, взянушки, 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 взянушки. Доработал, чуть добил, все ровно, доработал, вмятинку, в принципе, все достаточно ровно, чисто получилось, проверим в линиях. Здесь вот была вмятина, вот в этом месте. В линиях показывает, что там все в порядке. Я в линиях смотрю, чтобы проверить, не ошибся ли я. А вот следующие вмятинки. Начинаем ими заниматься. Вот она вмятина потихоньку разбивается, но за вмятиной и перед вмятиной образовались складки. Металл после разбивки пошел с кладками. Чтобы разбить металл, вот придумана такая приспособа. Заполированный кончик, металлический пробойник был. Вернее, не пробойник, а... Видишь, как получается, ну, короче? Ну, короче, этот самый. Ты взял? Керн. Вот я взял, его заточил, чуть потупее, и вот так пробиваю. Вот. Вроде бы на головы лап он не плющит, но с металлом надо аккуратнее, осторожней заниматься. Вот. До этих пор я как бы пробивал только пробойником. Но сейчас все-таки, думаю, надо поработать немножко крючком. Просто о пробойниках. Вот. Заполировал кончики. Вот это два, три и четыре миллиметра. Решил попробовать поработать. Почему? Потому что не хватает иногда жесткости пробойника. Нужен тоненький острый кончик, чтобы присадить металл. Ну, во всяком случае, пока. Вот. Поэтому решил сделать вот таких три пробойника. Два, три, четыре миллиметра в диаметре. Сильно ими усердствовать бить нельзя. Почему? Потому что можно просто-напросто поплющить лак. Вот. И потом накосячить, короче, можно. Поэтому, если ими работать, то надо очень аккуратно. Очень аккуратно. И хорошенько заполировать наконечники. У нас он вмятина. Вот она, эта красота. Вот. Еще тут косячки есть. Но уже не так страшно, можно доработать. Дорабатываем дальше. Насколько это будет возможно. Еще остался след. Надо дорабатывать. Сейчас попробую в холодном, может быть лучше видно. Вот она, шишечка. Осталось немножко еще пробить. И будет совсем хорошо. Вот. Можно сказать, что результат удовлетворительный. Небольшой блик остался. Если шлифануть шкуркой и полярнуть, то на улице уже этого будет незаметно. И будет очень красиво. Это очень красиво. Небольшой блин. Продолжение следует...